Капитал Капитал Если брать сферу в целом, то, да, конечно, речь идет о общественно необходимом рабочем бременю, затраченном на производство потребления. Но в каждом отдельном случае покупают социальный эффект от функционирования вот этих самых мультиков, роликов и много чего там. Убранство торговых центров и всех вещей, которые производят человека как потребителя. В данном случае в качестве потребительной стоимости для капитала здесь выступает сам человек, который благодаря потреблению продуктов бесплатных начинает вести себя совершенно определенным образом. И, соответственно, производят, почему в современном обществе многие технологии, они производятся именно для создания взаимодействия между людьми, потому что сам производственный процесс происходит не только там, где создаются эти продукты, а и потом, чтобы люди ими делились, взаимодействовали по их поводу и так далее. И, соответственно, создается фрагментарная коллективность, в которой люди включены в какие-то отдельные процессы, которые производят их как потребителя целой серии товаров. Без этого капитализм не работает. То есть сейчас товарное производство, если оно не дополняется таким нетоварным, товар просто не продается, он там где-то залеживается. И фактически, чтобы просто быть на плаву, капитал должен специально производить потребление. То есть если во времена Маркса можно было опускать тот момент, что потребительная стоимость товара, как способность удовлетворять человеческую потребность, она предполагает не просто наличие каких-то физических свойств, а что это вообще-то вещь целиком и полностью социальная. И то теперь акцент сместился на то, что для того, чтобы произвести эту самую потребительную стоимость товара, недостаточно произвести просто товар, надо произвести, собственно, человека, надо произвести потребность. И вот это производство потребности, где продуктом труда является определенное свойство людей, которые так напрямую не продается, потому что люди не продаются, они выступают для капитала потребительной стоимостью, которую он покупает.